Привет, мои дорогие! Вот он кот, который сидит и охраняет всю мою вышивку. Я вас всех очень рада видеть. Добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хендмейт. И сейчас я планирую снять видео о моем втором старте в SP Alisa в миниатюрке или глобальная расхомячка. Ждите, ждите, сейчас я буду снимать новое видео. Ну, я надеюсь, я не заставила никого ждать со съемкой этого видео, но коту было очень-очень интересно посмотреть, посидеть рядышком-рядышком, посидеть с моим процессом, который я буду сейчас снимать. Кстати, я заметила то, что вообще он очень-очень любит обязательно, вот если я что-то положу на кровати, будь то какие-то пяльца, или еще закрытый набор, или уже открытый набор, который я собираюсь вышивать, или просто какую-то схему, он обязательно садится. Так, ладно, ну это была такая маленькая предыстория, и мы с вами приступаем к съемке. Как у съемки? Я уже начинаю снимать. Я сейчас вам буду рассказывать о моем втором процессе, который я вышиваю в SP, о котором я уже говорила, SP Alisa в миниатюрке или глобальная расхомячка. Это процесс очень-очень известный, ну, вы видите, то, что это процесс от Alisa, замечательная рыбешка, тропическая рыбешка, полосатая. Смотрите, какая она классная, полосатая. Есть у меня еще одна рыбешка, которую я потихонечку вышиваю, и которая у меня сейчас есть в моих дорожных процессах. Так, что я первое самое хотела вам сказать? Хотела вам сказать, что в процессе этого вышивания я использую тот органайзер, который я купила, который муж, вернее, купил, в Китае. И в данный момент уже вышивая на этом органайзере второй набор, ну вот сейчас, на сегодняшний день, это вышивка моего второго, используя у него этого процесса уже второй раз, я в восторге, мне он очень нравится. Он компактный, небольшой, все нитки крепят очень даже хорошо. Единственное, что вставляют сюда ниточки, они очень-то, иголочки, они очень как-то вылазят. Ну, потому что иголки, они по размеру, естественно, большие. А так, в принципе, вообще просто в восторге. Очень он мне нравится. Так, по поводу комплектации этого набора. Это набор от Alisa, очередная моя миниатюрочка от Alisa. Так что комплектация, конечно, вообще не отличается. Вся комплектация одинаковая. Вот они все ниточки. Ниточек очень много таких вот желтых оттенков, немножечко коричневатых. И моих любимых оттенков, ну, не очень много, совсем чуть-чуть. Вот они все нитки. Нитки я уже закрепила. Как вы видите, даже они у меня чуточку уже попутались. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Ниток, я думаю, должно хватить. Я только начала вышивать этот набор, поэтому на данный момент не могу сказать, хватит или не хватит. Но я думаю, то, что хватит. Вот так вот выглядит эта рыбешка. Еще раз вам показываю. И сейчас мы посмотрим. Вот она схемка, которую я, собственно говоря, не зачеркиваю. Вот я ее переверну немножко. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот оно все, что я уже в данный момент вышила. Ну, вышила я за вчерашний день совсем чуть-чуть. Так что пока я не могу сказать, что что-то такое у меня уже заметно, что-то понятно. Я знаю то, что я, так как она, собственно говоря, полосатая, я стала вышивать, по-моему, вот эту полосу, вот эту и частично вот эту. Не, вот эту, по-моему. Я сейчас уже запутаюсь. Не буду я говорить, какую полосу вышиваю. Закрепила я в таких пяльцах, потому что те пяльцы, в которых была закреплена бабочка, они по диаметру чуть-чуть побольше. Ну, для этой работы они большие. Немножечко побольше. Там была канва, так что, ну, те пяльцы просто вот не подошли. И все. Но я нашла диаметр пялец немножечко поменьше. Так что я все закрепила, все как обычно. Значит, этот магнит нужен для того, чтобы я схемку сюда крепила. И одна иголочка. Никаких проблем, никаких вообще, собственно говоря, напрягов. Все в радость, все в удовольствие. Опять-таки, хочу сказать, что эту работу, как и, собственно, бабочку, я вышиваю в течение дня, когда у меня есть возможность там сесть, допустим, 10 минут повышивать. Или лечь и 10 минут повышивать. Повышивать как получится. Я, как обычно, в восторге. Ну, мне нравятся, мне нравятся эти наборчики от Алисы. Я не одну уже миниатюрку купила. И сто раз я говорю то, что я в восторге. И буду говорить, потому что, потому что так, собственно говоря, оно и есть. Так, что я хотела бы вам сказать. Значит, организация, как обычно. Но раньше у меня была другая организация. Но на данный момент, во втором моем процессе, она такая же. Ниточки креплю на органайзер с Алиэкспресс. Вышиваю одной иголочкой. Схемку не зачеркиваю. И стараюсь не ошибаться, потому что в бабочке я уже чуть-чуть ошиблась. Ну, там, в принципе, какой-то проблемы не было. Одним крестиком буквально я ошиблась. Но я считаю то, что это ерунда. Так, вышиваю на пяльцах. И использую магнитик для крепления схемки. Ну, собственно говоря, и все. Одна иголочка мне нужна, которая была в комплекте. А так, вообще, в целом, я довольна. Буду потихонечку вышивать. Ладно, возможно, к этому СП смогу присоединиться еще с одним процессом. Но, по-моему, можно. Но надо еще, конечно, почитать. Можно все-таки или нельзя. Потому что в данный момент, что-то у меня такая мысль, что нельзя. Хотя, может быть, и можно. Да ладно, какая разница. Я думаю, что мы уже встретимся с вами с этим процессом тогда, когда он будет завершен. Это маленькое такое стартовое видео, в котором я хотела бы вам показать, с каким наборчиком я стартовала. Ой, мне очень нравится эта работа. Есть у меня еще одна рыбешка. Но та рыбешка, скажем, она не то, что более такая красивая цвета. А в этой рыбешке такие, какие мне очень-очень сильно по душе. Пока, конечно, не очень все-таки видно. Ну, в данный момент непонятно, что я там такое вышиваю в этой работе. Но мне непонятно. Может быть, вам, конечно, понятно. Мне, в общем, непонятно то, что я вышиваю. Я думаю, что все-таки надо было вышить, конечно, побольше и показать вам. Но, может быть, и так тоже, конечно, хорошо. Это мой старт. Старт еще один малюсенький старт миниатюрочки в июне. Надеюсь, то, что все будет идти так же хорошо, как говорится, по маслу и в этом процессе. Люблю я миниатюрки от Алисы и буду потихонечку вышивать. Тем более, у меня их очень много. Ну, не очень много, но есть. Есть у меня еще три. Штучек пять, наверное, у меня есть. А это все-таки для меня много. Так, поздравляю себя в старте, со стартом, господи, в старте, со стартом в июне. Старте в миниатюрках от Алисы или глобальной расхомечки. Ура, ура. Большое спасибо, что вы были у меня на канале, посмотрели мой малюсенький старт. Я была вас рада, рада, рада видеть. Все интересненькое смотрите в группе ВКонтакте. Ну, а лучше смотрите где-нибудь в Сторе, в Инстаграме. Там я буду потихонечку все показывать. Да и не только это, вообще все-все-все. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, добавляйтесь в друзья в ВКонтакт в Одноклассники и подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Там что-нибудь, как обычно, интересненькое. И обязательно смотрите Сторе. Мне они очень-очень нравятся. Я неоднократно это говорила. Там я все-таки стараюсь постоянно и новенькое что-то такое, и старенькое что-то выкладывать. Ну, мне очень нравятся сторис в Инстаграме. Всех была рада видеть, всех люблю, всех целую. Будьте живы-здоровы. И самое главное, счастливы. До встречи в других моих видео чуть-чуть попозже на моем канале. Всем пока-пока.